Здравствуйте! Сейчас я хочу познакомить вас с очень эффективным способом запоминания стихотворных текстов, но этот способ пригодится вам во многих других областях. Понимаете, здесь он настолько развивает ваше мышление, настолько развивает ваше образное представление, и вы сможете этот метод использовать не только для стихов, но и для многих-многих других вещей. Что же это за метод? А этот метод называется метод пиктограмм. Метод пиктограмм. Пиктограммы, вы все знаете, такая маленькая картинка, по которой можно восстановить, ну, какой-то довольно, скажем так, объемный образ. Пиктограмма, она, в общем-то, включает в себя буквально несколько штрихов, но вот эти штрихи дают вам, в общем-то, такую вот образную картину. Ну, прежде чем идти дальше, давайте просто научимся делать эти пиктограммы. То есть первый шаг – научиться делать пиктограммы. Сразу говорю, я вот буду использовать такой вот альбом, иногда вот и вот так, иногда так, не буду на доске рисовать. Мне это не совсем удобно на съемках, но не суть столь важно. И использовать вот фломастер. Итак, первый шаг – это научиться рисовать любую штуку за 2 секунды. Ну, 3 секунды максимум. Любое слово я назову, и вы, в общем-то, должны рисовать. Как мы здесь делаем? Вы можете потом, посмотрев текстовые материалы к этому фильму, вы можете просто-напросто сами придумать все упражнения, а можете воспользоваться нашими какими-то предложениями, вот позаниматься по нашим вариантам упражнений. Итак, давайте. Итак, первое – это научиться за 1-2-3 секунды изобразить все, что угодно. Любое слово, например, часы. Вот. Я изобразил часы. Видите, такой круг стрелочки. Не важно, как здесь вы художественно обошлись. Важно то, что вы это, в общем-то, изобразили. Допустим, утюг. Вот утюг. Главное, чтобы не все понимали, что это утюг, а чтобы вы понимали, что это утюг. Ну, давайте, допустим, бежать. Вот я изобразил такого человечка. Можно изображать и абстрактное понятие. Ну, допустим, здоровье. Как вы изобразите здоровье? Ну, вот я, допустим, так это изображаю. Видите, что-то наподобие градусника, и рядом цифра 36. Ну, символ здоровья. Нормальная температура. Допустим, мысль. Вот как изобразить мысль? Ну, я вот ее изображу таким образом сейчас. Это нужно делать быстро. Буквально вот, ну, тренируйтесь делать это, не раздумывая слишком долго, что же вы нарисуете. И вот каким образом нам, мне нарисовать мысль. А вот таким образом я нарисовал мысль. Видите, такая вот голова схематичная и вот такое вот облачко. мысль. Слава. Как мы нарисуем славу? Ну, опять же, у кого, какой образ? У меня образ вот такой будет. Вот. Только это не воскресательный знак, это, ну, медалька. Понятно, да? Вот. То есть, вот первая ваша задача, это научиться любую вещь, изображать за одну, две, три секунды. После того, как вы наблатыкаетесь в этом деле, переходим ко второму этапу. А второй этап несколько сложнее. Второй этап заключается в том, что в рисунке обязательно присутствует первая буква слова. Понимаете, да? Ну, давайте я вот на каких-то, опять же, примерах. Вот, допустим, слово «снег». Первая буква «с» должна обязательно присутствовать. Вот, я нарисовал такой сугроб снежный. Я всегда потом вспомнил, что это «снег», а не что-то там другого. Или, допустим, слово, ну, какое придумать? Вот то, что… Пульт. Ну, пускай будет слово «пульт». Видите, буква «п» и кнопочки такие вот. Понятно, да? Следующее слово какое-нибудь изобразим. Ну, пускай это будет слово… Ну, пускай будет то же самое слово «здоровье». Да? Вот как я изображу, чтобы была первая «з». Вот я изобразил вот таким вот образом такие бицепсы, как бы, для себя я имею в виду. И буква «з» здесь обозначена. Давайте еще потренируемся на каких-нибудь словах в этом духе, в этом разрезе, как говорится. Ну, допустим, слово «вопрос». Вопрос. Вот я изобразил таким образом. Это у меня «вопрос». Видите, первая буква «в» и в то же время «вопрос» как бы присутствует здесь. Или слово, допустим, «жалкий». Ну, вот слово «жалкий». Ну, просто я вспоминаю вот стихотворение Шекспира. «Гнусаясь жалким рубищем твоим». У меня это плачущая буква «ж». Жалко, вот слезы капают. Какое еще слово придумать? Ну, возьмем слово… Ну, пускай будет «скорость». Вот буква «с» и как бы вот внутри что-то такое вот крутится с большой скоростью. В общем-то, смысл понятен. То есть, научиться рисовать символы, чтобы первая буква была… была изображена первая буква этого слова. Вот. Если попрактиковаться в этом деле, то, в общем-то, успеха можно достичь. Вы просто можете взять любое слово про себя, что в голову придет, или взять газету, журнал, или там интернет-публикация, оттуда брать слова и вот таким вот образом их рисовать. Самое главное – набить руку и получить приличную-приличную скорость. Или, допустим, слово… Ну, давайте еще какой-нибудь пример там. Слово «год». Вот я написал «г» и «365». Ну, понятно, «365» дней в году. Ну, в общем-то, здесь опять же я повторюсь, что совершенно не важно, что… что это узнают другие. Главное, что это узнаете вы. И после того, как мы вот натренируемся в этом деле, мы уже переходим к стихам. Изображаем стихи «пи», «кто», «грам», «ма», «ми». Ну, давайте попробуем. Ну, возьмем пару стихотворных куплетов. Опять же, это дело практики. Попрактикуйтесь и будет, все очень у вас легко идти. Ну, вот для примера. Я возьму… Вообще говоря, вот стихов вот таким образом я выучил великое множество. Отдавая предпочтение лучшим образцам мировой поэзии, как то Пушкин, Шекспир, Гёте, Гейне. И заканчивая стихами весьма и весьма любимых мною куртуазных манилистов. Такие веселые стихи. И вот первое стихотворение. Допустим, начало первого стихотворения. Там два из замечательных поэтов. Вадим Степанцов и Андрей Добрынин. Вот первое стихотворение Андрея Добрынина. Я его часто люблю читать. Мы смотрим в телевизор тупо, как будто спятили слегка. Играет культовая группа четыре старых дурака. И вот я начинаю изображать. Мы. Мы. Первая буква М. Вот я изобразил мы в качестве двух человечков. Мы. И буква М присутствует, и два человечка. Мы это всегда несколько людей. Смотрим. Вот я изобразил таким образом. Знаете, вот смотрим букву С, и как бы что-то типа глазика, из которого выходит такой вот лучик. Ну, луч зрения. Телевизор тупо. Буква Т и экран телевизора. Телевизор тупо. Ну, тупо можно и запомнить, а можно и что-нибудь такое тупое изобразить. Например, угол. Тупой угол. Вот букву Т вот изобразить в виде тупого угла. Мы смотрим в телевизор тупо. Дальше. Как будто спятили слегка. Как будто. Просто-напросто берем букву К, рисуем. Я вот ее здесь рисую. Сейчас вам покажу вот эти вот свои старания. Вот я как будто изобразил в виде вот такого знака. Как будто. Что-то неопределенное. Вот. Спятили слегка. Спятили я нарисую так. Вот. Так. Как будто спятили. Вот. Теперь слово слегка. Слегка я нарисую так. Слегка в виде весов, которые показывают что-то очень легкие. Играет культовая группа. Вот я изобразил таким образом. Буква И. Как бы вот гитарные вот эти самые все прибамбасы. Играет культовая группа. Ну культовая группа это что? Это такой культовая группа. Это такой вот культ божество. Вот я его так изображаю. Культовая. Культовая. Такой вот божок с руками, ногами. И группа. Вот эта группа стоит под буквой Г. И четыре старых дурака. Ну четыре я так изображу четверкой. Старых я изображу. Я сразу нарисую всю строку, чтобы вот так туда-сюда не показывать. И дурака. Четыре старых. Старых я изобразил такую букву С. Знаете, такая сгороденная вся эта самая. А дурак буква Д. С ножками. И такой вот колпачок. Знаете, как у дураков в Солошедшем доме. Когда-то их там надевали. Вот глядя на эти штуки. Нарисовал бы я их гораздо быстрее. Если бы еще не занимался параллельно рассказами. И так я просто смотрю вот в эту композицию. И вижу по всем... А, давайте вам покажу. По всем этим самым штукам. Вот. Вот так буду смотреть. Мы смотрим в телевизор тупо. Как будто спят или слегка. Играет культовая группа четыре старых дурака. И вот таким образом вы все это дело изображаете. Самое главное. Что запоминание идет. Часто. Уже тогда, когда вы делаете пиктограммы. И чтобы вам вспомнить стихотворение. Вам нужно посмотреть на пиктограммы. И быстренько все вспомнить. Давайте еще какой-нибудь пример. Уже посерьезнее. Давайте возьмем уже более серьезное стихотворение. Вот. Более серьезное. Ну, допустим, Николая Гумилева. Память. Звучит первый... Ну, тоже первый куплет. Дабы, так сказать, не растекаться по древу. Только змеи сбрасывают кожу. Чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи. Мы меняем души, не тела. И давайте опять же пиктограммами. Только змеи сбрасывают кожу. И начинаться должно с буквы Т. Я здесь могу объединить и Т, и змею. Вот таким образом. Видите? Букву Т и З я объединил. Только змеи. З вот такая вот. Кончик языка раздвоенный. Сбрасывают. Как я нарисую, сбрасывают. Буква С. С. Вот. И такой вот стрелка вниз. Я всегда вспомню, что это сбрасывают. Мне главное первую буквочку, подскаечку. Сбрасывают. Кожи. Кожи. Тоже буква К. К. Вот. Я изобразил вот букву К и такой вот кожный ласкут. Только змеи сбрасывают кожи. Вторая строка. Чтоб душа старела и росла. И вот букву Ч, опять же, без буквы Ч обязан начинаться. Но как изобразить слово Ч? Вспомним, если буква Ч будет, а мы еще и душу сюда. Вот я их объединю, эти два символета допускается. Вот. Я изобразил таким образом. Ч и Д. Душа. Вместе. Чтоб душа. А чтоб понять, что это душа, я вот такие вот полоски, знаете, такие вот изобразил. Душа как бы вот где-то вот, где-то рядом и так далее. Старела и росла. Старела, опять же, буква С. Такая старенькая, дряхленькая вся. Вот. И росла. А буква Р я сделаю такой твердой, со стрелкой. О! Вот таким вот образом. Чтоб душа старела. Такая С дрябленькая и росла. А буква Р твердая такая, вверх смотрит еще и стрелочка. Вот. Следующая строка. Мы, увы, со змеями не схожи. И мы, увы. Вот. Я тоже, опять же, здесь нарисую, вам покажу. Мы я изображу, опять же, как в предыдущем примере. Это такая вот буква М. Две головы, там, ножки. Вот. Взявших как бы за руки. Видите, мы, увы. Не обязательно. Можно, увы, пропустить. Это уже дело вкуса. А можно сделать вот букву У. Вот такие вот две ладошки здесь добавить. Увы. Вот принято так. Увы. Вот. Мы, увы, увы. Две такие руки в сторону. Увы. Мы со змеями не схожи. Со змеями. Вот здесь, опять же, зерисую. Опять же, зер видишь змеи такой вот. С раздвоенным кончиком языка. Мы, увы, со змеями не схожи. Схожим, ну, как вот можно нарисовать схожесть. Допустим, два одинаковых квадрата схожесть. Или, допустим, две одинаковые буквы С. И я их так перечеркну. Вот. Не схожи. Вот схожести нету. Понимаете, я потом вспомню. По этим деталям я вспомню и стих. Мы, увы, со змеями не схожи. Мы меняем души, не тела. Опять же, мы, вот я уже привык мы изображать таким образом. Мне это нравится. Мы меняем. Вот. Души. Я тоже, опять же, изображу в виде такого домика с такими вот штучками. Вот. Не тела. Мы. Мы меняем. Знаете, знак обмена часто рисуются две стрелочки, направленные друг на друга. Вот здесь я тоже что-то нарисовал. Душа, опять же, такой вот домик. И что-то такое эфемерное рядом. Душа. Вот. Не тела. Ну, тело я изобразил просто тело. Вот и все. Вот такая пиктограмма. Пока вы ее рисуете, быстро рисовать надо, быстро. Я объяснял слишком долго, на самом деле это быстрее. Вот. Вы запоминаете стихотворение. Потом через какое-то время вы смотрите на эту пиктограмму и стихотворение вспоминаете. И во время просмотра пиктограммы идет еще и запоминание. Вот давайте вот предыдущий примерчик вспомним, который я вам показывал. «Мы смотрим в телевизор тупо, как будто спятили слегка, играет культовая группа четыре старых дурака». Вот и все. Конечно, занял у меня этот лист большой, но на самом деле все это гораздо мельче можно нарисовать. Или вспомним второе стихотворение по пиктограммам. Давайте восстановим. Снова берем вот этот рисунок. «Только змеи сбрасывают кожей, чтоб душа старела, такое старенькое, и росла. Мы, увы, со змеями не схожи». Вот подобие зачеркнуто. Можно взять знак подобия даже. «Мы меняем души, не тела». «Мы меняем души, не тела». И таким образом вы просто очень быстро все вспомните. Стихотворение. Если где-то вы затрудняетесь нарисовать пиктограмму, просто нарисуйте букву и около нее обозначьте. Вот это вот значение этого слова не важно. Самое главное, натренировавшись, вы сможете делать это быстро. Как делаю это обычно я. Я беру стихотворение, его читаю вслух и тут же медленно читаю. И тут же рисую такие пиктограммы. «Духовной жаждаю томим». Нет, медленнее. «Духовной жаждаю томим». Вот примерно так вот я в таком темпе рисую пиктограмм. «Духовной жаждаю томим». «В пустыне мрачной я влочился. И шестикрылый серафим наперевутье мне явился перстами легкими, как сон. Моих зениц коснулся он». И вот таким образом можно легко и быстро выучить стихотворение. А повторять его по пиктограмме. И тогда это будет очень и очень эффективное запоминание. Вот таким, благодаря этому я выучил еще достаточно много стихов. Хочу сказать, что предела в совершенстве нет. Например, известный поэт Дмитрий Быков знает по его подсчетам порядка четырех тысяч стихов. Но я вам скажу, более того, было в средние века одно воинство, воины которого знали по десять тысяч стихов. И это делало их непобедимыми. Но вот это я попробую еще выяснить. Все эти исторические факты вам непременно изложить. Но давайте просто повторим суть метода пиктограмм. Итак, для того, чтобы запоминать стихи пиктограммами, нужно пройти несколько этапов. Первый этап. Любую штуку, любое слово изобразить за одну, две, три секунды. Неважно, абстрактное, не абстрактное, просто взять и изобразить. Потренируйтесь. Ну, какое-то количество слов, кому-то больше, кому-то меньше, это значение не имеет. Потренируйтесь, и это первый этап. Второй этап. Научиться делать пиктограмму так, чтобы первая буква слова присутствовала в этом рисунке. Помните, я показывал снег вот такой, типа сугромика там что-то. Змеяток там вообще просто. Допустим, вот. Часы можно изобразить, че. Часы можно изобразить как башню какую-то с часами. Ну, в таком духе, в таком разрезе. И только потом уже переходите к написанию стихов методом пиктограмм. И вы будете очень хорошо запоминать стихи. Носите с собой эти пиктограммки. Я вам даю даже вот такой вот советик небольшой. Вот. Я готовил одно публичное выступление достаточно такое музыкально-поэтическое. Ну, сами понимаете, с бумажкой стихи читать не очень профитно. А с другой стороны, понимаете, надо наизусть. Да еще с выражением, да еще и делая соответствующее выражение лица. Сопутствующее, так сказать. С приличествующее данному случаю или данному стихотворению. Я что делал? Я брал вот записную книжечку. И небольшую. Слева я писал текст. Вот. Текст писал. А на другой стороне я тут же его изображал пиктограммами. А потом брал вот книгу так пополам. Складывал, что ли. Вот. И смотрел только на пиктограммы. Восстанавливал текст. Если текст по пиктограмме не восстанавливался, значит, я что делал? Я просто подсматривал. И я понимал, что значит пиктограмма была неудачная. Значит, я как-то ошибочно сделал пиктограмму. Но. Со временем вот таких вот ошибочных пиктограмм становилось меньше, меньше, меньше. Пока я вовсе не стал уже, ну, что-то там менять в пиктограммах. Нарисовал пиктограммами. Через минут там десять посмотрел пиктограммы. Восстановил весь текст. И я понял. Вот все. Я теперь уже могу смело вполне запоминать стихи пиктограммами. И вам рекомендую сделать то же самое. Самое главное, не форсируйте, не суетитесь, не торопитесь, не напрягайтесь. Легко, расслабленно пройдите все три этапа. Первое, за три секунды нарисовать любое слово. Второе, нарисовать любое слово за те же три секунды, но чтобы первая буква слова присутствовала в рисунке. И третье, начинать уже записывать стихи пиктограммами. Пиктограммами. И еще такой вот момент. Когда вы овладеете методом пиктограмм, вы ведь сможете очень много быстро-быстро записывать, а потом по памяти восстанавливать. Это вообще замечательный способ. Что-то такое вроде пиктографическое письмо, пиктографическая стенография. Очень-очень полезная штука. Ну что же, желаю вам в этом деле всяческих успехов. Начинайте тренироваться прямо сейчас. Удачи всем и во всем. Пока.